Добрый вечер! Мы продолжаем изучение книги Шмотц, недельный раздел Торы Бешалах. На прошлом уроке мы закончили обсуждение Ширата Ям, «Песнь на море», и теперь можем вместе с еврейским народом двигаться уже в просторы Синайской пустыни. Как сказано, это 15 глава книги Шмотц, 22 стих, «И Моше повёл Израиль от моря Суф, то есть от Тростникового моря, и они вышли в пустыню Шу, и шли они по пустыне три дня и не находили воду». Моше отвёл, повёл Израиль от Ям Суф, от моря, не просто они двинулись, а Моше должен был их повезти, то есть нужно было здесь применить его способности как вождя, как лидера для того, чтобы повезти за собой народ. Говорят наши мудрецы, было это непросто, поскольку народ не очень-то хотел уходить с моря, ибо на море, на берегу моря были ещё выплывшие на поверхность трупы египтян и их лошадей, которые были и украшены различными украшениями. Иными словами, трофеев было там достаточно много, можно было ещё и собирать, и собирать, и собирать, поэтому уже пришлось применить здесь свои лидерские способности, способности вождя для того, чтобы заставить народ двинуться в путь. «Вышли они в пустыню Шур, шли они по пустыне три дня и не находили воду, и пришли в мору», то есть место, оазис какой-то под названием Мора, Мора от слова Мар, что означает горький, и не могли пить воду в море. С одной стороны, здорово, пришли наконец после трёх дней пути по пустыне, наконец-то есть оазис, там, скорее всего, есть колодец, бросаемся к колодцу, воду пить невозможно, горькое. Поэтому и назвали его это место Мора. И, может быть, остановимся здесь на секунду, само по себе утверждение, которое здесь выглядит совсем нетривиально. Три дня шли по пустыне и не могли найти воды. Что это значит? Что три дня просуществовали без воды, человек не в состоянии просуществовать три дня без воды. Один день, сутки ещё можно. В ёмкий пор все постятся, знают, можно прожить целый день без воды. Но уже к концу этого дня становится совсем-совсем уже плохо. А уже более три дня это совершенно невозможно. Может быть, вода у них ещё была во фляжках, только искали, где бы ещё пополнить свои запасы воды и не находили. Тогда не очень понятно, почему об этом нужно рассказывать. Робейну Хананель, один из древних комментаторов Тора, говорит, что три дня... Не знаю, что они действительно три дня ничего не пили, у них не было воды. Имеется в виду, что они прошли путь, трёхдневный путь, который нормальный человек, ему нужно было бы три дня для того, чтобы этот путь проделать. Но они проделали его, поскольку всё ещё те самые орлиные крылья, на которых вышли из Египта, они всё ещё действовали. И поэтому они шли по пустыне с большим ускорением. И при такой скорости они прошли за один день тот путь, который, в общем-то, нужно было бы три дня для того, чтобы идти. И к концу этого дня у них уже воды... Когда выяснилось, что воды нет и дело плохо, к концу дня понятно, что дальше идти так невозможно. Это Робейну Хананель. А Медраж говорит, что помимо простого значения этого отрывка, есть здесь ещё и дополнительное значение чуть более глубокое. Вода – это в Торе всегда символ самой Торы. Эйн-майм эля Тора. Вода – это всегда символ Торы. То, что оживляет людей. Есть вода, которая оживляет тело человека физически. Есть вода, её духовный аналог, который оживляет душу человека. Это Торы. И получается, что они шли три дня пути, если мы так читаем этот стих. И три дня у них не было Торы. И это приводит к нехорошим последствиям. Говорят мудрецы, что отсюда, именно из понимания этого отрывка, и вышло дальнейшее постановление. В том, чтобы три раза в неделю обязательно читалась Тора. Чтобы таким образом за семь дней, которые оставляют нашу неделю, чтобы не было такого, чтобы мы оказались на протяжении трёх дней без Торы. Это постановление мудрецов о том, чтобы читать Тору в понедельник, четверг и в субботу, происходит именно из вот этого вот отрывка. «И пришли в мору и не могли пить там воду в море, так как она была горькой. Тому и назвали это место Мора. И жаловался народ на Муше, говоря, а что же нам пить? И возвал Муше к Богу и указал ему Бог дерево. И он бросил его в воду, и вода стала пресной». На первый взгляд, решение проблемы. Нашли какой-то способ убрать коричь из воды при помощи дерева. Всевышний указал Муше на это дерево. Тот его бросил в воду, и вода стала пресной. Мудрецы говорят, что здесь было двойное чудо. Не просто то, что какой-то кусочек деревяшки сумел изменить вкус воды в колодце, а то, что дерево само по себе, если бы его попробовать, это дерево на вкус, оно само по себе было горьким. И здесь горькое дерево таким образом излечило горечь воды в колодце. Горьким горечь превратила горькое в негорькое. И, продолжая Тора, там он установил ему закон и правосудие, и там испытал его. Так там, вот на этой стоянке, в оазисе под именем Мара, произошло ещё дополнительное событие. О нём Тора говорит так. Установил ему закон. То есть, умышленно, получается, дал грейскому народу здесь закон. Немножко странно. Мы всегда думали, что законы Торы были даны на Синае. Вдруг, оказывается, здесь был дан закон. А с другой стороны, не сказано, какой закон. И хок у мишпад. Значит, дал ему закон. Условно мы это переводим словом. Хок – закон. И мишпад. Мишпад – это правосудие. Законы, которые регулируют отношения между людьми. Это тоже называется мишпад. И там же испытал его. А чем испытал? Ничего не понятно. Ну, что за законы были даны? И почему они были вдруг даны здесь? Мы-то знаем, что на самом деле закон Торы был даны на Синае. И что за мишпад. И что за испытания здесь? Как всё это понять? Посмотрим Раши. Раши говорит так. Там он установил ему, там он, имеется в виду, Всевышний, установил ему, еврейскому народу, Израилю. В море Всевышний дал сынам Израиля несколько разделов из Торы, чтобы те занимались ими. Какие это разделы? Законы, законы о субботе, законы о парадуме, о рыжей корове, который устраняет, туматмет, устраняет осквернение от трупа человека. И правила деним, т.е. правила отношений, законы, которые регулируют отношения между людьми. Материальные отношения, гражданские. Вроде бы есть ответ на наш вопрос. Мы задали вопрос, а что за законы? Раши сказал, какие законы. Три группы законов были даны для того, чтобы ими позанимались. Т.е. они не обязаны были ещё их исполнять, но заниматься, изучать на уровне теоретическом уже начали изучать их там, на остановке в море. Откуда Раши это взял? Откуда Раши взял, что именно эти? Есть закон. Какой закон? Не знаю, какой. Может быть, любой. Мешпад. Это более близко к тексту. Мешпад действительно всегда обычно означает подобного рода постановление, установление, которое регулирует отношения между людьми. Ну и, наконец, мы ещё не получили ответ на последний вопрос, а что там было за испытание. И комментарий этот Раши, он основывается на словах мудрецов в Талмуде, только в Талмуде приводится чуть изменённая версия. А именно, там сказано так. Десять заповедей было заповедано еврейскому народу в море. Какие это? Десять. Во-первых, семь заповедей, которые приняли на себя ещё потомки Нуаха. И вдобавок им ещё дали законы, т.е. те самые вопросы имущественных отношений, мешпадим, плюс заповедь о субботе и заповедь почитания отца и матери. Мы видим, что версия Раши отличается от того, что сказано в Талмуде. В Талмуде в качестве третьего закона есть кибуда ваэм, почитание родителей, а в Раши здесь приводится, что это парадума, что это заповедь о рыжей корове. Ну хорошо, Раши взял это из Талмуда. А Талмуд откуда это взял? По поводу мешпадим, понятно, никаких доказательств приводить не нужно. Мешпадим, они и есть мешпадим, но законы, которые регулируют отношения между людьми. А другие два. Талмуд утверждает то просто. Если мы в дальнейшем видим среди заповедей, точнее в формулировках заповедей, которые были даны на Синае, есть фраза, ты делай так-то и так-то, как тебе повелел Бог. Знаешь, как тебе повелел Бог? Сейчас дается эта заповедь. Что означает «делай так-то, как тебе повелел Бог?» Имеется в виду, что ты делай так, как тебе уже раньше, когда ты еще до этого Бог повелел. Когда Он повелел до того, только вышли из Египта, сразу через 50 дней пришли к Синаю и верно. А была еще остановка там в море, там сказано, что дал ему там закон. Вот это те самые законы. Так вот, так сказано по поводу, это то, что Талмуд говорит, так сказано по поводу почитания родителей, раз, и так сказано по поводу соблюдения субботы, два. Так, соблюдай день субботний, как повелел тебе Бог. Имеется в виду, как Он повелел тебе уже раньше. То есть, для тебя эта заповедь новая, словами, Тора там говорит, ты уже эту заповедь знаешь, с ней познакомился раньше, теоретически, правда, уже познакомился, когда это было там, на остановке в оазисе. В Раши, как мы сказали, есть изменения. Кибу да ваэм, почитание родителей, изменяется на пара адума. И примечательно, что получается довольно интересно. Три закона, которые здесь по Раши даны, даны были, это шаббат, это пара адума, рыжая корова, и мишпатин, они точно соответствуют телению. И у всех заповеди на три большие группы. Так принято у более поздних мыслителей делить все законы Торы на три группы. На отот хуким у мишпатин. То есть, отот – это заповеди, которые не только символизируют, но и декларируют нашу принадлежность к еврейскому народу и основы веры. Такие заповеди, как чтение Шма, в которой мы декларируем о вере в Бога. Такие заповеди, как тфилин, который еврей надевает, тем самым тоже декларируя свою принадлежность, свою близость к Всевышнему. И, конечно же, шаббат. Суббота – это один из главных знаков. Он и в Торе назван. Эта заповедь названа знаком. Это знак между Всевышним и между еврейским народом. Знак о том, что Всевышний создал этот мир в шесть дней. Самое, пожалуй, одно из самых сильнейших выражений основ веры еврейского народа. Это шаббат. Таким образом, первая группа – отод, вторая группа – хуким. Это уже законы, которые обычно относятся. Они ограничивают физические потребности человека, ставят определенные рамки и ограничения в удовлетворении его физических потребностей. И обычно эти законы не имеют, трудно, ну, не они имеют, а нам невероятно трудно, почти невозможно найти им хоть какое-нибудь рациональное обоснование. Самый яркий представитель этой группы законов, конечно, – это закон о рыжей корове. Закон про пара-дума, который каким-то образом ее пепел снимает, туматмет снимает осквернение от трупа человека. Это вторая группа – хуким. И третья группа – межпатим. Это уж как раз законы, которые рационально объяснимы, понятны нам. Законы, которые регулируют отношения между людьми. И законы, которые относятся к гражданскому праву и вопросы материальных отношений. Здесь все понятно и рационально ясно. Таким образом, получается, что еврейскому народу Пураши дали перед тем, как будет совершено вручение Торы, дарование Торы на Синае. И там, кстати, на Синае нужно будет еврейскому народу будет предъявлено требование ответить, хотят ли они принять законы Торы. Торы и не сказано было, какие конкретно будут законы и сколько их конкретно в общем и целом. Значит, нужно было, с одной стороны, нужно было вслепую сказать, готовы или нет. С другой стороны, получается, теперь это не совсем вслепую, потому что хотя бы хоть какой-то пример законов был дан, были даны законы, каждый из которых эти три закона. Суббота, рыжая корова и дени Мишпатим, которые, так что, в общем-то, представление о том, что нам дадут, некоторые представления имели. Не совсем вслепую. Ну, конечно, не было представления о том, какие конкретно другие законы будут и сколько их будет, и в каком-то объёме. Это уже на горе Синае. Так что Всевышний дал, как Ирашидис говорит, дал им эти законы для того, чтобы позанимались ими. Законы о субботе, о рыжей корове и правила отношений между людьми. Ну, а окончание этого стиха и там испытал его. Это что значит? Что за испытание там было в Марии? Там, в Марии, Всевышний испытал народа Израиля и увидел их упрямство. То есть, испытание было в самой ситуации, которая возникла в Марии. Ситуация была непростая. Люди с одной измученной жаждой целый день шли по пустыне. Жарко. Понятно их отчаяние. Наконец появляется надежда. Вот, видим издалека оазис. Бежим туда, сломя голову. Знаем, что там колодец. И действительно, если там колодец, пытаемся пить невозможно. Горький. Отчаяние. Как в этот момент прореагируют? Как прореагировали? Как прореагировали? С раздражением. С возмущением. Плохо. Увидел, что они обратились к муше не так, как подобало бы. То есть, а же они должны были смолчать? Конечно, нет. Невозможно смолчать в этой ситуации. Но, по крайней мере, если бы оказались бы на высоте, то они со смирением попросили бы у муше рыбы. Невозможно дальше так. У нас пить нечего. И это вот здесь. Сделай что-нибудь. Помолись, может быть. Попроси, чтобы что-то сделали. Вместо этого, что сказано там? Было бы замещение. И жаловался народ на муше. Говоря, что нам пить. Если виноваты. Почему муше виноваты? А что? Он туда, он что, хинин туда в этот самый колодец накидал? Что в горке? Чего же на него жаловаться? Он в этом не виноват. Но кто-то же должен быть виноват. По крайней мере, в дальнейшем это будет возвращаться раз за разом. Из Египта кто нас вывел? Ты нас вывел. Значит, ты виноват. По Раше получается, что испытанием было вот самой этой ситуации. Жажды. Предварительно целый день. Отсутствие воды. И горькой воды, которая была там в колодце. Это было испытание, и еврейский народ его не очень выдержал. Рамбан объясняет весь этот отрывок несколько иначе. Прежде всего посмотрим, что Рамбан пишет в том самом комментарии Раши, а потом уже перейдем к его собственному комментарии. Рамбан, как принято сначала, цитирует комментарий Раши, что там в море Бог дал несколько разделов Туру, чтобы они занимались ими. А я удивляюсь, пишет Рамбан, почему же тогда Тура не приводит здесь эти уставы и законы, если они были там даны, как сказано, там дал ему закон, какой? Текст молчит. Талмуду приходится уже выводить из того, что где-то сказано, Кашир, Цифха, Шемнукех, о том, что уже сказано в некоторых законах так, как тебе уже раньше Бог дал. Почему бы Туре здесь не сказать? Ведь во всех других местах, где говорится, где упоминается, что дается какой-то закон, то приводится формулировка этого закона, хотя бы самая-самая короткая, самая лаконичная. Где же вообще ни слова? Дали законы. Какие? Точка, законы. Почему так? Почему не написано «И сказал Бог Муше, повели сынам Израиля, соблюдайте субботу? Повели сынам Израиля, вот вам закон про рыжую корову» и так далее. Где это? Подобно тому, как написано выше, «Скажите всему обществу Израиля». Было у нас уже подобного, да? В Египте тоже были даны определенные заповеди, заповеди, которые были даны только на самый исход из Египта. Нужно было сказать всему Израилю, чтобы они приготовили себе пасхального ягненка для пасхальной жертв. Нужно было сказать заповеду. Так там текст говорит «Скажи всем ценам Израиля, пожалуйста, так-то и так-то возьмите себе ягненка, потяните». И почему здесь этого нет? И ведь так сказано в отношении всех заповедей, которые были даны в шатре откровения, в мешкане, в тепях Муава и по поводу пасхальной жертвы в пустыне. Это первый вопрос, который задаёт Ромбар. Почему тексты об этом ничего не говорят? И слов Раши дал им несколько разделов Тора, чтобы они занимались ими. Можно заключить, что Муше сообщил им эти законы и обучил их, сказав «в будущем Всевышний повелит вам исполнять, выполнять эти законы». Подобно тому, как обучал Торе наш пратец Авра. Да, т.е. Тора действительно не приводит здесь формулировку этого закона. Почему? Потому что она будет дана в дальнейшем, потом. Стало быть, сейчас, когда им дали этот урок, они получили некоторый урок по законам субботы. Урок, очевидно, открылся следующими словами. Сейчас мы будем изучать законы заповедей о субботе. Эта заповедь сейчас ещё не работает, но она будет вам дана через некоторое время, в нужное время. Это в будущем. Несколько странная форма, быть может, но на самом деле ничего нового здесь уже нет. Ведь наши пратцы уже задолго до того изучали законы Торы, хотя они не обязаны были их соблюдать. Очевидно, как говорят наши мудрецы, у Авраама на уроках Торы у Авраама тоже урок должен был сопровождаться такой же фразой, что сейчас мы будем изучать законы такой-то заповеди, которую в дальнейшем Всевышний даст тогда, когда он найдёт необходимым, нужным и важным. То же самое было здесь. И это было сделано для того, чтобы приучить их к заповедям и увидеть, примут ли они Тору с радостью. Это и есть испытание, которым, говорится, и там испытал. То есть, для чего были даны эти законы? Ну, чтобы немножко… Не знаю, почему-то мне приходит сейчас в голову не очень удачное сравнение. Вот в современном Израиле есть такая практика, если человек был осуждён, и ему даёт определённый срок, назначают ему время, в которое он должен начать отбывать этот срок, то обычно до этого его приглашают в тюрьму, чтобы он пришёл туда, посмотрел, посмотрел, где камера, вот эта камера, в которой вы будете жить, вот это ваше, то, где здесь туалет. Посмотри, присмотри, чтобы не было такого жуткого шока, когда человек из своего уютного дома через час езды вдруг оказывается сразу за решёткой и так далее. Это, конечно, шок невероятный. Поэтому для того, чтобы такого шока не было, его чуть-чуть приготовлют. Вот осмотрись, посмотри, здесь ты будешь жить, здесь. Нечто подобное было и здесь. Здесь Всевышний дал законы Торы для того, чтобы не было шёлка, очевидно. Да, немножко вот поупражняйтесь в этих законах. С другой стороны, говорит Рамбан, это не просто для того, чтобы поупражняться, а в этом-то было испытание. Как их люди примут, эти законы? С одной стороны, приучить их к заповедям, а с другой стороны, увидеть, примут ли они Тору с радостью. Это-то и есть испытание, о котором, говорится, здесь я испытал его. И Бог сообщил им, что впоследствии Он даст им эти заповеди. Поэтому ты и дальше сказан, как говорится дальше сразу, и сказал, если ты будешь слушаться Бога твоего и делать угодно Ему, и внимать Его заповедям, подобным тем, которые мы сейчас немножко поучили, а дальше их дадут больше, и станешь соблюдать все Его законы, то ни одной из болезней, которую я возложил на Египет, я не возложу на тебя, ибо я Бог твой целитель. Это все по комментарию Раши. Дополнение Рамбана и его разъяснение к тому, как он понимает комментарий Раши. А согласно протому смыслу, то есть все это на уровне Драш. И Раши выбрал здесь объяснение на уровне Драш, и Рамбан его только раскрыл, разъяснил, пояснил. Ну, а если мы посмотрим здесь, Пшат, то Пшат здесь, Пшат всегда означает, что не следует понимать буквально то, что написано. Согласно Пшату, простому смыслу, можно объяснить, что Всевышний испытывал их законами пустыни. Нет то испытание, как если объяснять буквально, то испытание, которое, по-моему, тут здесь должно быть связано с тем, что сказано в начале предложения, то есть с законами и с Хукимим и Мишпатим, с законами и с постановлениями, правилами отношений между людьми. Ну, а на уровне Пшат – это само по себе. А испытание – это просто сами условия пребывания в пустыне. Выдержат ли они голод и жажду? А выдержат или нет? Вопрос, сколько часов протянет без питья? Нет, не в этом дело. Выдержат имеется в виду, какое будет отношение человека к таким вот экстремальным условиям. Будут ли они в час беды взывать Богу, а не сетовать на Него? В этом-то, собственно говоря, и проверка, и испытание человека. Когда он оказывается в беде, когда он оказывается в экстремальных обстоятельствах, как он реагирует? Либо он обращается к Богу с помощью, либо у него есть возмущение. Ну, а что ж такое тогда те самые мишпатимы, правосудие? Имеется в виду, не будем объяснять это буквально, что как в Торе хок, мишпат – это законы, имеется в виду, законы Торы рационально необъясняемые, а мишпатимы – это законы, которые регулируют отношения между людьми, не нужно, если это не буквально, т.е. на уровне пшата объяснять, а только смысл, то тогда объяснение будет вот как он. Правосудие, которое для них здесь было установлено, имеется в виду что? Это повеление человеческие правила отношений, повеление любить друг друга, следовать наставлениям мудрецов и вести себя прилично, скромно в своих шатрах в отношении женщин и детей, а также с миром встречать приходящих в их стан торговцев. Будут приходить люди, предлагать купить свои товары, по-человечески нужно к ним отнестись. Все это нравственные наставления, направленные на то, чтобы они не уподобились бы банде разбойников, которые завершают мерзости и не стыдятся этого. Люди в экстремальных подобных обстоятельствах, находясь вне цивилизации, находясь на походе, они дичают. То, что происходит в любой армии, которая находится на походе, люди дичают и становятся с каждым днём всё более дикими, всё более бесстыдными. И подобное этому заповедано в Торе. У нас есть к тому действительно аналог. В Торе есть такое место. Когда выйдешь, ты станешь против своих врагов, т.е. обращается Торе здесь именно тем, кто участвует в войне. Ты выйдешь, станешь против своих врагов. То берегись всего дурного. Т.е. всего того, что можно было бы ожидать от человека, который находится в таких условиях, который превращается в одичалого человека, вот так вот не надо. И так же сказано по поводу Юшуа Беннуна. Т.е. вот это вот значение слова «мешпатим» не как какие-то конкретные законы о том, как быть, когда один человек одолжил, утверждает, что он одолжил другому 100 долларов, а тот отрицает. Нет. Есть другое значение. По поводу Юшуа Беннуна, что сказано? «Заключил Юшуа». Значит, после того, как под руководством Юшуа еврейский народ захватил землю Израиля, подсказано «и заключил Юшуа союз с народом в тот день и установил ему хоку-мешпат». Те же самые слова, как и здесь. Хоку-мешпат. «Дал ему закон и мешпат». Справедливость. Правосудие. Что это там означает? Что Юшуа надавал им новых законов, которые, конечно, нет. Все законы уже даны в Торе. А что же он им такое дал? Талмуд объясняет, что имеется в виду. Имеется в виду не законы уставы Торы, они уже были даны давным-давно, 40 лет тому назад, а как раз правила общежития, правила общины и жизни, и поведения. Например, те правила, о которых упоминают наши мудрецы в Талмуде в трактате Баамбата. Что там имеется в виду? 10 постановлений, которые постановил Юшуа для народа, чего они касаются. Они касаются вопросов о том, как жить друг с другом, не сильно мешая друг другу. С одной стороны, чтобы человек мог пользоваться своим имуществом, а с другой стороны, не отравлять другим людям существование. Каким образом будем делить здесь пастбище по поводу выпаса скота, по поводу заготовки кормов, по поводу выноса, можно ли выносить навоз на улицу, имеет ли право человек это делать или нет, по поводу ловли рыбы в кино и так далее. Так иными словами, постановления, которые устраивают каким-то образом жизнь людей так, чтобы можно было совместно жить, не как банда разбойников, каждый из которых пытается только ухватить себе кусок пожирнее, а как приличные люди, которые стараются жить вместе. И уж в особенности подобного рода наставления необходимы были в пустыне, потому что люди находятся в условиях вне цивилизации и дичают, поэтому нужно им сказать, как правильно себя вести. Все это незаконные торы, законные торы будут получены в дальнейшем в Синае без всяких подготовок. Итак, у нас есть два объяснения этого отрывка. Объяснение Бепшат. Как обычно, не следует понимать буквально то, что здесь написано «хокумишпас», то есть получились здесь законы, такие законы-сяки, не имеется в виду закон, имеется в виду установление, постановление, как правильно по-человечески сосуществовать в условиях лагеря в Синаеской пустыне. А Драш, Драш – это то, что привёл Раши, что Всевышний дал здесь еврейскому народу в качестве и в качестве испытаний, и в качестве подготовки три вида заповедей для того, чтобы поупражняться хотя бы теоретически на уровне изучения, если не на уровне исполнения, заповедь субботы, вот тот знаки знамения, хуким парадума, то есть законы, и здесь как представитель этой группы, рыжая корова, и, наконец, межпатиль, законные отношения между людьми. Двигаемся дальше. И сказал, «Если ты будешь слушаться Бога твоего и делать угодное Ему, и внимать Его заповедям, и станешь соблюдать все Его законы, то ни одной из болезней, которые я возложил на Египет, не возложу на тебя. Ведь я Бог твой целитель». Очень интересно. А зачем нужен целитель? Если Бог называет себя, увеличает себя нашим целителем, то зачем нужен целитель, если Он перед этим обещает, что никаких болезней насылать не будет. Если нет болезней, так и врача не надо. Раши отвечает на наш вопрос следующим образом. Два ответа он даёт. Обещание, но все болезни, которые я возложил на Египет, а это был довольно серьезный, богатый арсенал болячек, который еврейский народ мог наблюдать в Египте издалека, это было достаточно страшно. Вспомните о особенности чесотка или лишай, который поразил египтян, и прочие неприятные вещи. Вот этого всего можете не бояться. Не возложу я на тебя этих болезней. И даже если они будут возложены, значит, во-первых, не будут, а даже если будут, то как бы и не будут, то есть эта болезнь, как она придёт, так и уйдёт. Почему? Потому что я, Господь, твой целитель. Это первый ответ. Так объясняет Медраж. Медраж, как обычно, понимает слова буквально. Если написано, «Киани Ашем Рофеха, я Бог, твой целитель, Рофеха целитель», значит, врач. Врач должен чего-то лечить. А чего же должен лечить, если сказано, что болезни я на тебя не возложу? Уменьте в виду, во-первых, не возложу. А даже если возложу по какой-то причине, то очень быстро они будут извлечены, потому что этим я буду заниматься, я Бог твой целитель. Ну, Абшат. Абшат другой. Слово Рофе, слово Рофе, будем понимать, не буквально. А как? Ведь я, Господь твой учитель, я учу тебя ныне торе и заповедям, чтобы ты спасся от этих болезней. И делаю это подобно врачу, который говорит человеку, не ешь того-то, чтобы у тебя не было такой-то болезни. Иными словами, нам сегодня легко это назвать. Раши затрудняется найти этому одно ёмкое слово, а у нас намного проще. У нас сегодня есть такое понятие профилактическая медицина. Мудрый врач – это не тот, который будет лечить меня, когда я уже заболел. Мудрый врач – это который с самого начала в качестве профилактики предупредит меня, вот не делай так-то, и не делай так-то, может, ты будешь делать то-то и то-то, так и заболеешь. Поэтому то, что сказано здесь, Керния Шемрофеха, я, Бог, твой целитель, я, Бог, твой врач, имеется в виду врач профилактический. Вот что здесь имеется в виду. То есть, не буквальное слово Руфе, тот, кто должен исцелять больного, а имеется в виду тот, кто занимается нашим здоровьем и благополучием. Я учу тебя ныне. Вот слушай, внимай заповеди, исполняй их, слушайся голоса Бога, всё это для того, чтобы ты спасся от этих болезней, чтобы те самые болезни, которые ты видел, в Египте, чтобы они не пришли к тебе. И я это делаю подобно врачу, который говорит человеку, не ешь того-то, чтобы у тебя не было такой-то болезни. И так сказано, бойся Бога и удаляйся от зла, и это будет целителем для всей твоей плоди. Бог, твой, ну, я не могу, я не могу, я не могу. Начинаем мы шестнадцатую главу и вся община сынов Израиля двинулась в путь из Элима и в пятнадцатый день второго месяца после их выхода из Египта пришла в пустыню Син, что между Элимом и Синай. Так, пятнадцатый день второго месяца после исхода из Египта, месяц исхода из Египта, Ниссан, стало быть, второй месяц исхода из Египта, Ияр, пятнадцатого числа месяца Ияра пришли в пустыню Син. Вопрос, а почему нужно, почему друктура здесь так точно указывает, что за знаменательное событие прийти в пустыню Син и чем пустыня Син отличается от других пустынь, которые до сих пор проходили на Синайском полуострове, там полно пустынь, почему нужно было здесь точно указать, что это было пятнадцатого числа второго месяца. И возроптала вся община сынов Израиля нам уже Иарона в пустыне. И сказали им сами Израиля, кто бы дал нам умереть от руки Бога в Египте, где мы сидели у горшка с мясом, ели хлеба досыта. Ведь вы вывели нас в эту пустыню, чтобы уморить все это общество голодом. Значит, с жаждой была история предыдущая в море, а сейчас начинается новое испытание голод. Раша, отвечая на наш вопрос, почему Тора указала в точности этот день, пишет так. В пятнадцатый день, это день, когда сыны Израиля пришли на эту стоянку, он назван с такой точностью, потому что именно тогда кончились лепешки, вынесенные из Египта. И у них возникла потребность в мане. Можно сосчитать, что припасов им хватило на 61 трапезу. А ман выпал в первый раз как раз 16 числа месяца ияр, и это был первый день недели. Поясним. Мы знаем, что еврейский народ вынес из Египта, написано, что при провизии себе не приготовили. Что они себе провизии не приготовили, что с пустыми руками вышли? Да нет, не совсем. Имеется в виду, что у них не было выпеченного хлеба, это да. Но тесто вынесли достаточное количество. Настолько большое, что когда напекли этих лепешек, этих лепешек им хватило на 60, как раз и здесь посчитал, на 61 прием пищи. Слово трапезы не в состоянии, язык не поворачивается. Он пахнет от этого монастырем и ладаном. 61 прием пищи. Почему именно 61? 15 день. Значит, у нас 15 числа месяца Ниссан вышли из Египта. 15 числа месяца Я пришли в пустыню Син. От 15 до 15 включительно 31 день. А по имевшимся в древнем мире привычкам не было принято есть три раза в день. Трехразовое питание в день это изобретение достаточно поздней эпохи. Нам кажется, что без трехразового питания, а как же, а ужин невозможно. А люди когда-то ели всего лишь дважды в день. Один раз утром, когда вставали, второй раз вечером, перед тем, когда уже становилось темно, работать было невозможно или ходить было невозможно. Вот тогда был второй прием пищи, и как-то люди существовали. Стало быть, за 31 день, если два раза в день питались, так 62, да, совершенно верно, не совсем так, потому что утром же из Египта вышли, немножко поели перед тем, как выйти. Стало быть, раз. 61 раз утром пришли в пустыню Син, привал, позавтракали, стоп-стоп-стоп, тогда уже непонятно. Написано, и возроптала вся община сынов Израиля на мужа Ярона в пустыне, сказали им сыны Израиля, кто бы нам дал умереть от руки Бога в Египте, где мы сидели у горшка с мясом, ели хлеб досыта, вы ведь привели в эту пустыню, чтобы уморить все наше общество голодом. Когда читаешь эти строки, то видишь перед собой людей, исхудавших от голода, а может быть даже опухших, почти осажденный Ленинград. Ничего подобного, говорит Раши. Они только что позавтракали. Как? Позавтракали, так и начали жаловаться. А что ж тогда жаловаться? На самом деле это не смешно. Человек жалуется не потому, что он голодный. Голодный человек иногда и не жалуется. Жалуется тот, кому страшно. А почему ему страшно? Не потому, что он голодный, а потому, что хлеб кончился. Так пишет Раши. «Возраптала вся община, потому что кончился хлеб». Когда у человека есть еще хлеб в его мешке или в его холодильнике есть еще кусок колбасы, человеку кажется, что так жить можно. А теперь нечего. Кончился. И я еще не голодный. Но все равно я уже говорю, меня забирают суморить голодом, потому что еда у меня кончилась. А может быть завтра будет что-нибудь другое. Не, завтра. Сегодня я вижу, что хлеб уже кончился. Значит, уже начинаем жаловаться. И причем какие жалобы? Аравир пишет об этом. Воспоминания о чудесах освобождения и спасения в Египте и у моря, а также важное и поучительное переживание в море, все это забылось перед призраком голода, который грозил их женам и детям. Это же не просто вопрос, который я знал, сегодня хлеб кончился, а завтра, а завтра может быть что-нибудь. Ведь имеет же еврейский народ уже опыт, хоть не такой дальний, но все-таки. Вспомните, что было в Египте. Уж такие чудеса фантастические, которые там были. Вспомните, как вы всего лишь очень короткое время тому назад, как вы через море переправились. Всевышний море разверс перед вами. Так что, он не может устроить, не устроит вам какой-нибудь бутерброд или еще что-нибудь? Это так сложно. Воды у вас не было. Пришли пить воду, горькая вода, разбросили туда какую-то палочку, и все, вода уже стала нормальной. Так что? Это все верно, теоретически. Об этом можно уроки давать, деврейтурак говорить, но сейчас-то хлеба-то нету, поэтому и страшно. Голод затмевает себя. То есть, аргументы разума оказываются бессильными здесь. Именно поэтому, пожалуй, к этому случаю применимо изречение. Наши мудрецы говорят, т.е. труднее обеспечить человеку ежедневное пропитание, чем раздвинуть воды Красного моря. Море раздвинуть, но это... А тут каждый день его кормить, каждый день... Т.е. человек из того, что Всевышний, логически это понятно, но психологически воспринять это очень трудно. Да, конечно, Всевышний раздвинул море, да, прошли по нему, да, а хлеб откуда возьмём? Угроза голода мнимая или реальная? Словно, не важно, даже если она мнимая, даже если ей только кажется, но он ощущает, субъективно он ощущает эту угрозу голода, она может заставить человека изменить своим принципам, забыть о всех своих добрых намерениях. Это как мы видим здесь. И если уже забыли о недавнем опыте, о том, что все были всего лишь вчера, позавчера из-за голода, то голод способен толкнуть человека и на измену своим собственным принципам. И пока человек не свободен от этих забот, забот о пропитании, о куске хлеба на завтрашний день, от их сокрушающего воздействия, у него не будет возможности полностью исполнять закон Бога. Очень жёсткие слова. Есть у нас законы Бога. Люди их, те люди, которые их принимают, готовы их исполнять, да, конечно, спросишь его. Соблюдаешь? Да, конечно, соблюдаешься. Вот соблюдаешься, да, на работу не ходишь? Нет. И кашут соблюдаешься, да, конечно. Все очень здорово. Но если человек не освобожден от страха перед голодом, от заботы о завтрашнем дне, то быть уверенным в том, что он окажется уверен своим собственным идеалам и будет соблюдать то, что сам считает, что очень важно соблюдать, невозможно. И человек может избавиться от этого страшного признака. То есть, если не избавиться от этого страха перед вопросом о том, что будем есть завтра, то быть уверенным в исполнении Торы невозможно. А как от него избавиться? А человек может избавиться от этого страшного признака, только если всецело проникнется сознанием с разумом. А как можно избавиться от этого страха? А нужно накупить много-много хлеба, сухарей насушить. Или нужно заработать много-много-много денег. Нет, не поможет. Страх останется и с деньгами. У меня был один знакомый, который в свое время довольно здорово разбогател. Сильно разбогател. Время от времени его посещал страшный сон. Ему снилось во сне, как он потерял все свои деньги. И превратился в нищего. Просыпался в холодном поту. Так вот, избавиться от этого страха, от этого страшного признака, может человек только если всецело проникнется сознанием. То есть это должна быть аутосугестия. Нужно себя убедить проникнуться сознанием. Что это первое среди человеческих забот. Забота о материальном существовании лежит не только на нем одном. И даже не в первую очередь на его плечах. Он должен понять, что для этого человек может и должен делать то, что ему положено. То есть то, что Бог от него хочет. И подобный успеху в своих начинаниях он должен и эту заботу предоставить Богу, который сделал каждого человека. Каждый дом со всеми его едоками сделал это объектом своей заботы. То есть то, что толкает человека, то, что приводит его в это смятение, этот страх, это то, что в особенности человек, который чувствует свою ответственность, у него есть жена, у него есть дети. Чем он их будет кормить? Он же ответственный за это. Здесь нужно успокоиться. Ты не один единственный ответственный. Конечно, ответственный. Согласен. Но есть еще кто-то, кто вместе с тобой разделяет эту ответственность. И для него обеспечение твоей семьи – это объект его недремлющей заботливой любви. Человек должен понять, что вообще говоря, он должен рассматривать свою деятельность, направленную на поддержание его существования, не как право, чтобы дали возможность, а как долг. То есть, что называется как долг? То, что называется ховат аиштадлут – обязанность прикладывать усилия для того, чтобы обеспечить свое существование. На самом деле, строго говоря, Всевышний в нашем участии не нуждается. Если он обеспечивает кормом миллионы особей и животных, то, в принципе, мог бы и нас тоже обеспечить вполне. Но нас он сделал другими, нас он сделал обладателями сознания и возложил на нас, что обязанность заботиться, прилагать усилия, заботиться о своем пропитании, о своем содержании. Мог бы этого не делать, но обязал нас это сделать, чтобы мы сами были обязаны прикладывать к этому какие-то, пусть даже минимальные, но все-таки усилия. Так вот, это не право, это только наша обязанность. И, конечно, успех, он не очень сильно зависит от этой, да, как говоря, не очень сильно зависит от этой обязанности. Есть тот, кто решает, есть тот, кто занимается нашим продовольствием и обеспечением наших нужд, и это прежде всего его забота. Пока человек не понимает этих истин, пока он считает, что при своих ограниченных силах он прикован к ерму труда, чтобы заработать насущный хлеб, который обеспечит его выживание и выживание тех, кого он любит, то его тревога не будет иметь границ. Тревога – это иррациональная? Конечно. Она не имеет границ и иррационально не объясняет. В таком случае забота о пропитании может превратить мир человека в пустыню. Не только, когда он в самом деле находится. Наши предки тогда были в пустыне. И вроде бы их страх куда более понятен, чем страх человека, который живет в цивилизованном обществе, имеет работу, имеет зарплату, имеет холодильниками. Да, совершенно верно, но по сути дела разницы никакой. Потому что вот этот страх перед отсутствием, перед голодом, он превращает жизнь человека в пустыню, даже когда он, не только когда он находится в диких местах, но и тогда, когда он живет в обществе, изобиленном материальными благами, в таком, как наше общество. Совсем уже общество изобилие. И все равно мы видим, как люди боятся остаться без копейки за душой. Потому что в этом обществе верно, что есть изобилие. Верно, что еды в этом обществе предостаточно. Но есть же конкуренция. Есть у меня работа, есть у меня зарплата, но мне кто-то уже дышит в затылок, кто-то пытается меня подсиживать, кто-то пытается меня обойти, кто-то пытается меня выставить. И страшно. Его тревога может заставить его поверить в то, что он обязан, он обязан обеспечивать себе пропитание не только на следующий день, но и на всю будущую жизнь. И еще, 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 еще. Даже на жизни своих детей и внуков, и правнуков. В результате неустанное, а следовательно безжалостное истребление захватит для себя и своей семьи. Кусок побольше станет для него необходимостью, которая поглотит его полностью. То есть жизнь человека превратится в постоянную, в постоянную заботу и в постоянную работу для того, чтобы еще копейку собрать, и еще кусок хлеба. И в жизни человека больше, собственно говоря, ничего и не будет. И не останется даже времени для других мыслей. Не только что делать человек ничего не будет, кроме как вкалывать, но и думать-то не будет способен больше ни о чем. Вот именно по этой причине заключает Раввирш. Бог повел свой народ в пустыню. В самые экстремальные обстоятельства. Подальше от цивилизации. Там, где ничего вообще ничего не растет. И нечего купить, и магазинов даже нет. И совсем ничего нет. Для того, чтобы человек почувствовал, что на самом деле от него сейчас ничего не зависит. Все зависит только от того, кто дает пропитание. Даст он тебе его или нет. Поэтому успокойся. Но самый первый урок, первый блинком, самый первый урок проходится. Неудачно. Как только почувствовали, что хлеб кончился, почувствовали это резкое, на самом деле, изменение. До сих пор, до того, как вышли в Египте, как были? Были в рабстве. И да, верно, что были в рабстве. Но зато в рабстве кормили их. Как там финансово? Смотрите, какая потрясающая идеализация. Кто бы дал нам умереть от руки Бога в Египте, где мы сидели у горшка с мясом и ели хлеб досыта? Кошелк с мясом, у камина, хлеб досыта. Рабы же были. Мясо им давали. Когда же мы все спрашивали, какое мясо? Мы видим, что в конечной стадии рабства в Египте фрау распорядился даже строительного материала им не давать, даже солому им не давали, хотя они должны были делать из соломы кирпичи. Мясо им давали. Это идеализация. Когда человек сталкивается с трудностями, и когда ему становится страшно, то всегда вчерашний день начинает себя идеализировать. Как хорошо было тогда. Конечно, в рабстве были, да, утром гоняли, в 6 утра, подъем уже, на работу. Зато кормили. Всегда был кусок хлеба, и не нужно было думать. Не было мысли о том, что я буду завтра есть. Потому что было понятно, что завтрашний день точно как сегодня. Утром поднимут с позаранку на работу, а потом дадут поесть. А вот здесь вот страшно. Мы-то одни, и теперь мы же не в рабстве. Теперь мы ответственные за своих жен и детей. А чем мы их будем кормить? Некоторые комментаторы, правда, пытаются несколько смягчить это. И они говорят, что не может же быть, что действительно народ жил в таком самообмане, что он начал придумывать себе идеализацию про котел с мясом. Может быть, по-другому. Может быть, в общем, народ, в общем и целом, так Урахаим пишет, народ в общем и целом не роптал. Роптали же лишь некоторые. Кто? Те, которые действительно имели кусок мяса в Египте. Ведь, как всегда, когда оказываются люди в такой ситуации, как была в Египте, всегда в концлагере тоже были свои. Капо их называли. Были евреи заключенных. Не только евреи, но и евреи тоже, которые прислуживали немцу. Они имели дополнительный кусок. Они-то те самые, которые в Египте были стукачами или ещё кем-нибудь, прислуживали господам, они имели кусок мяса. Вот им-то теперь плохо. Это они ропщут. Так пишет Урахаим. Но других комментаторов это не смущает, этот факт. Они говорят, действительно, возможно это. Понятно это. Человек, столкнувшись с трудностями, идеализирует прошлое. Это вполне понятная вещь. Лес Торахаима. Ещё одно замечание, которое мы завершим сегодняшний урок. Написано. «И возраптала все общины сынов Израиля на Муше и Иорона в пустыне. И сказали им сыны Израиля, кто бы дал нам умереть от руки Бога в Египте, где мы сидели у коржка с мясом?» Строение предложения предыдущего, оно несколько необычное. Обычно, когда говорится о ропоте, т.е. о жалобах, люди жалуются. Т.е. когда говорится, на что жалуются. Здесь написано. Люди пожаловались. Возраптали. А только потом уже в следующем стихе начинается подробное изложение этих жалоб. Почему здесь сказано? А с другой стороны, сказано, что они возраптала все общины сынов Израиля на Муше и Иорона в пустыне. Понятно, в пустыне. А где они еще находятся? Ясно, что в пустыне. Почему вместо того, чтобы сказать, на что жаловались, написано, где жаловались? Т.е. не поняли вы просто текст. Это-то и была жалоба. На что жаловались? На то, что в пустыне. Мы же могли, как нормальные люди, идти другим путем. Самый короткий путь. И путь через цивилизованные места идет по побережью. Вместо этого пошли куда-то не прямым путем, а дальним окольным путем. И через пустыню, где никого здесь нет. Не у кого купить куска хлеба. Не у кого попросить чашку воды. Вот какая была здесь жалоба. Жалоба, почему вы, Моше и Арон, как к Ивану Сусаню Лавдель, отвезли, куда ты завел нас, иными словами? Зачем нужно было заводить сюда, в сердце пустыни? Почему не пойти нормальным человеческим цивилизованным путем? В этом-то и была здесь жалоба. О том, как Всевышний ответит на эту жалобу, мы же будем учить с вами на следующем уроке.